У нас компания «Пираток» Радиомед, работа в системе доступа. Тем не менее, доклад касается немножечко, не то чтобы не нашей деятельности, а соблюдения требований, каким образом реабилетор может консультировать эти соблюдения требований. Эту тему доклада нам наявил буквально следующая аудитория. Одну компанию мы предоставляли миллиардовые услуги, помощь на наш радиосвет. Процесс естественный. Этой компанией пришел много кратков в облаконной оптике, предложил более интересные услуги, понятное дело, более высоте скорости, попросил за подключение миллиардов рублей, и за вот этот облакон согласился. За миллиардов рублей подключился по облакону. Все было бы хорошо, если бы мы потом не посмотрели, что это облакон было подключено, проложено через лес, облакон крепилось к соснам буквально. Это серьезно, но что моя мама показывала, это так оно и есть. Через лес шел облакон, буквально три месяца это облакон использовалось, потом видимо прорвалось, и клиент вернулся к нам. Радиослес был остановлен. За это время мы подумали, каким образом бы этот клиент мог себя защитить. То есть, видимо, помимо того, что есть какие-то нормы, можно, видимо, регулировать эти нормы, как они выполнялись. Может быть, это должен быть просто надзор делать, который, а, полномочники расследуют нормы какие-то, да, бедноственные, и, видимо, их регулировать. То есть, в этой связи тема адаптаза и возникнет. Таким образом, какие есть инструменты у регулятора, чтобы стержать нормы. Вопрос, который возникнет в ситуации, ему можно, вообще-то говоря, этот сброс расширит. Смотрите, тенденция перехода к инвентарным сетям, она не то, что на лицо технологическая, она же на лицо в правом руках. У нас есть возможность в телефонных сетях использовать какие-то счет данных. У нас появилась возможность отдельные коммутаторы использовать в разных компаниях в разных сетях. У нас появилась возможность ядра МС, у нас есть виртуальные операторы и так далее. Смотрите, что получается, что те сети, которые раньше строили операторы снизу доверху и были уверены в своей сети операторы, они теперь становятся кусочными. То есть, мы, например, как оператор радио-вступа имеем вот всего лишь маленький кусочек, у нас сет-вступ. Естественно, мы арендуем транспортную сеть и рассчитываем на то, что транспортная сеть будет иметь некоторые качества, крайне мере, надежность, целостность и так далее. А как я могу убедиться, как оператор, что эта сеть в эквестном качестве? Тоже реальный случай именно с вами. Значит, мы за два года подсели на одного оператора транспортной сети. Естественно, вложились по присоединению, по доступу, платим денежку и за два года выясняем, что количество порывов или аварии у него там 3-4 в год. Вот теперь нам что делать? Нам нужно другого оператора искать, нам нужны резервные каналы. То есть, любой выход из этой ситуации, он денежен. Он потребует некоторого вложения. Я уже не думаю, что результаты потеряли, я тоже не считаю. То есть, в принципе, если говорить о тех возможностях, которые нам закладывают драмативная документация, она есть. Вот, и вне злости, смотрите, у нас, может быть, он даже не знает, есть 113-й приказ Минсвязи, сейчас я выйду до какого года, ну, то, что в прошлом году точно, он определяет характеристики надежности. Причем эти характеристики надежности указываны для телефонных сетей отдельно, для степени дощита. Цифры очень впечатляющие, то есть впечатляющие, прошлощение. На телефоне это от 3 до 4,9, для степени дочитанных 2,9. Так вот, сейчас сеть по таким домам строят или нет? По большому счету, когда переходим к надежным сетям, у нас получается не сеть от и до, а все телефоны сеть. У нас получается сеть из этих кусочков. И, по большому счету, даже нет такого способа, чтобы оценить надежность вот этих кусочков, которые создают сетей и уединой сеть. То есть, как перевести вот эту общую норму над сетей в целом на вот такие кусочки? Ну, это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса, даже если есть какие-то нормы, таким образом регулятор может эти нормы проверить. На этом слайде, где требования, которые определяют регулятор и оператор, институт связи и русском отзор, и их, условно, конечно, условно разбито на следующие категории. Это категории по требованиям по стране сети и пропуску трафика, естественно, требованиям по безопасности, требованиям по целостности и устойчивости. Напомню, куда устойчивость понимается, надежность и живусть, то есть, то, что хотелось бы, в чем хотелось бы убедиться. Вот, ну и внизу требованиям по качеству сна, это, наверное, наиболее такая, не то чтобы острая тема, но, я бы сказал, запущенная, потому что нет требований по суру, мы сейчас очень размазаны, мы уж не говорим требованиям регулятора, каким образом, просто надзора, каким образом проверять, пока мы не понимаем. Таким образом, есть явные требования, которые предъявляют государство и хочет его регулировать, управлять, управлять, управлять. А есть требования, которые, например, предъявляют со стороны потребителей, например, качество услуг и гимнодерзость. Предъявлять требования не значит их проверять. На следующем слайде покажут твенчание нарушений целостности, которые утверждают распоряжение в боевом. Может, я неправильно понимаю, но если есть перечень нарушений, то те нарушения, которые в этот перечень входят, нарушения не играются. Можно, например, так, фартовать этот перечень. Посмотрите, в этот перечень что входит. Опять же... Другие нарушения, да. Они есть и есть, значит, наверное, вскрывают и каким-то образом наказывают. Теперь смотрите, вот из этого перечня вытекает, что, а, нарушения точно по правилам построения. Ну, правила построения, мы понимаем, что они защитили, это, скажем, исполняют правильные правила и управляют на них ноут. Дальше есть по правилам безопасности, использования ресурса частотных. То есть все эти вопросы достаточно хорошо отражены в перечне, и есть возможность управления этим процессом, управления думаем. Здесь, посмотрите, нет, естественно, вопроса, не естественно, а нет вопроса надежности, и нет вопроса качества условий. То есть, по большому счету, надзор в этот, в эти, в эти, прошу прощения, эти нормы в этот перечень не попали. Хотя вот они называются целостностью, то есть, что получается в итоге. В принципе, некоторые аппараты регулирования и на этапе эксплуатации, и на этапе ввода есть. Но последнее внесение, изменение, то есть в 28 приказе в правила сдачи эксплуатации, этот процесс в обществе больше потасил. Посмотрите, во-первых, требование приказа не распространяется на вводу эксплуатацию илюминий и ленинокабельных сооружений. По большому счету, то, что оператор протащил вводу по соснам, наверное, автоматура не касается. В этом виде. То, что показывали недавно на следующем слайде, что переплетение волокон на столбах тоже, видимо, не касается. В большом счету, это чрезвычайно, нормы, можно ли, нельзя тащить волокно по соснам. Мы не найдем ответ. Мы найдем, есть нормы строительства. Все очень нормально. Они настолько обязательны, эти нормы строительства. Есть нормы строительства, но они не являются нормативным, правдой маком. Из-за их нарушения невозможно наказать. Вот, к сожалению, так. Мы правильно понимаем. То есть, есть регуляция, есть способ государственного регулирования, и как бы прихватить. Ну, о том, что еще скажу, что есть некоторый рынок, который может регулировать. И он, кстати, сейчас как-то спасает этот процесс. Вот. Смотрите, вторая особенность. Сейчас можно сдавать не семь в целом, а кусочки. Это что значит? Это значит, лекк-оператор могут сдать один кусочек коммутатора, потом отдельную линию, потом еще три коммутатора, потом еще что-то. Ничего подобного. Фрагмент сети. Фрагмент сети. Он себя включает либо станционное вооружение, либо отдельное сооружение, либо в любом случае посмотреть, как написано. Либо отдельное сооружение станционное, либо линию передачи. Все. Таким образом, для надзора он в принципе может не видеть картину в целом. Как он определит все готовности к сети, как он определит требования права для сохранения и так далее. То есть есть возможность мягко говоря, не то, что обойти, а до конца не рассказать правду, не рассказать все о сети. Далее, сетевой проект не совсем прав. А где он? Вы, когда сдаете сеть в Роскомнадзор, вы представляете сетевой проект. Вы после этого после этого принимаете сетевую. Это не правильно. Нельзя сдать просто кустов оптики, это не сеть. Откуда вы? Среда передачи данных. Можно? Небравильно. Можно я скажу? На взгляд системного проекта в непринадзор не предусмотрен. Вот. Назор. Да. Не предусмотрен системного проекта. А все остальное продается что-то без проекта, что-то без проекта. Это 258-го года. 258-го года. А что такое проект? Это наверное, забыли 14-й ФСЗ такой закон, который предусматривал поличие системного проекта. Но 14-й ФСЗ давно отменен. поэтому не даетесь отожать в том числе. Будем в любом традиции оставить? Ну, в традиции не надо. В любом традиции По традициям традиция, к сожалению. К сожалению, да, но это к живому понятию. Они общались с операторами в регионе. Был товарищ из Приморского края и сказал, что в Приморском крае вот этот СКЗ работает условно. Когда мы сейчас проект на аудио, он его возвращает и не принимает вот этот в принципе есть люди на местах, которые каким-то образом живут по этим понятиям и пытаются доказать, просто проверить выполнение технических тем не менее сейчас я могу показать естественно давайте посчитаем этот приказ прошлощения есть возможность не подтвердить требования приказа процесса 208 а уж тем более 311 предприятия которая уделяет на него. В итоге что получается вот в этой табличке пусть она условно но попытаюсь фонализировать какие есть возможности по регулированию с точки зрения несвязи разработки и с точки зрения контроля этих новых. порядок пропуска трафика как мы уже сказали великолепный кирказ по максимуму 27-28 возможности контроля если я кусками сдаю сеть они теряются целостность сетей определяется технологическими это сертификат достаточно и на узле когда сдаешь проект узла тяжело скрыть интерфейс скорее всего можем проверить и сетей купим сон без вакуума потому что два вируса занимаются значит пользование ресурсов имеется ввиду лечебнотного и нумерации тоже хорошо проверяется в держу регистрации что-то не дает обеспечение надежности как мы сказали 113 приказ его проверить невозможно тем не менее если набирать некоторый опыт если давать какие-то рекомендации хотя бы не перечислился арка то то надежность можно считать если помните на первом слайде у нас коэффициент готовности сетей передачи данных у нас 099 а значит допустим на западе по рекомендациям допустим если волокно прокладывается вдвык дороги то максимальная коэффициент готовности 2,9 максимальная а если в полотне дороги то считается коэффициент готовности 3,9 то по большому счету чтобы не построить сеть нужно более высокоготонной линии чем все сети это значит что по умолчанию любую сеть должен строить двумя физическими линиями за милюзер но это же деньги это начало уменьшения нашей эффективности вообще в целом этих норм нет то есть сейчас по большому счету что одна линия что две каким образом она продолжена совершенно не ясно потому что не все не могу рассказать а насколько коэффициент готовности вдоль дорог насколько коэффициент готовности по соснам отличается другом вот хотелось бы этот пробел как-то разместить я слышал в последствии очень надеюсь что сейчас поднимется этот уровень культуры уровень науки в проектировании наверное это и задача больших компаний которые имеют больший опыт не только в проектировании не нужно придумать сложные методики оценки это нам достаточно хотя бы крупными мозгами показать как коэффициент готовности 3 или 4 девятых можно показать более того эти коэффициенты готовности должны определяться не уже когда все построено потому что я сказал что наш аппарат где мы сидим угол 4-5 порывов как оценить готовность чтобы оценить правильно нужно 10 лет прождать и набрать статистику естественно эти коэффициенты отбираются только во время проектирования только на основании некоторых решений проектировщика опыта и так далее последнее качество услуг здесь еще печальнее по большому счету обязательнее по большому счету рекомендации как их выполнять при проектировании мы вообще не понимаем а под доступными понимается не только доступность надежность и прочее это общение с потребителями и так далее в конце концов посмотрите из наверное 5-6 ведущих направлений самым слабым на мой взгляд оказывается это вопрос надежности качества услуг ну видимо для в целом для государства это не очень важно важно ли потребителям платят за это деньги и здесь можно представить контраргумент который я уже называл по большому счету две вот этих проблемки может регулировать рынок в принципе совершенно верно если я как говорим у меня телефонный номер мегафона я там поработал с мегафоном объясняю что он мне не устраивает я просто симку поменял оставили при этом номер и шланг уголка а если оператор уже построил свою сеть на базе каких-то других решений то перестроить сеть это у меня время и или что это ведь и договориться и штраф и все правильно отчасти но я уже построил я уже уложился в этот договор таким образом я должен каким-то образом через суды через какие-то еще компенсационные меры скорее всего я построю еще обновление мне нужно еще здесь другого оператора заплатить еще раз этот миллион за подключение а вы надеетесь что вам один оператор сможет дать 100% резервированный услуг? никто не надо так посмотрите я зашли на свое резервирование ну вот только честно что ж там? на собственное резервирование то есть говорится о том чтобы взять двух операторов для того чтобы зарезервировать себя вы же говорите о качестве еще и своих услуг да совершенно верно вот смотрите качество наших услуг нашей линии она не может быть принципиально выше чем проводится условно говоря допустим у меня 0.95 моя радиолиния я это честно признаюсь все понимают что радио менее надежно чем молотно и зачем мне использовать руте образовую станцию поставил мне на удаление 300 км мне нужно подключить двух операторов понятно что два оператора резерв высокий два оператора не потащат к этой точке понимаете это в лучшем хочет один оператор и он подносит большие деньги понимаете резервирование обходится совершенно копеечку вообще не летает для этого бизнес чтобы придумывать магистральную сеть в 2-3 раза более резервную 3-4 гилл не надо если были бы нормы и говорят допустим надежность канала 3 гилл вот так вот так 3 гилл для моей сети понятно что где-то ядро там где можно кольцо придумать это условно не вопрос не вопрос ядра или кольца в разном случае это вопрос например резервирование каким-то альтернативным способом на время сбоя на первых на время сбоя на время сбоя у вас закрывается дополнительные радио канала все решения понятные но и все деньги которые у меня 40 абонентов на станции вы понимаете нет две линии это вообще не здесь вы получаете прибыль ну 40 абонентов на станции вы получаете вы же должны зарезервировать как оператор связи нет не должны кто-то другой должен зарезервировать вас если вы думаете секундочку что значит должны зарезервировать я должен предоставить некоторые договор да договор это тоже прописано но если договор не выполняется я просто плачу деньги ну допустим за время просрочки или выхода из строя канала пересчитываются какие-то деньги я допустим мне теряется канал в сутки канал и не возмещается там 500 рублей аренды которые за этот момент я потерял гораздо больше на том что сутки у меня абоненты не работают они потеряли сутки это вопрос выбор да еще буквально я тогда закончу что хотелось бы или хотелось бы выводы или пожелания первое проектирование нормальному ведомственному которому просмотрен а проектирование сети и узлов не кусочков а сети в целом и в этих в этих проектах обосновывалась надежность готовность и все которые делятся экспертиза тоже считаем нужна потому что экспертиза которая сейчас работает от гостроя она ведомственной нормой и это неинтересно ее интересует вот дальше по коэффициенту готовности надежности либо либо мы оставляем и дальше смотрим эти вопросы либо мы пытаемся разработать коэффициенты готовности и множество характеристик элементов сети и тогда вопрос перехода конвердентной системы будет быстрым и последний прохлад по качеству может следить может еще опять м по м м по м м м Продолжение следует...